В сербском городе Новий Сад на проходящем чемпионате Европы по спортивной борьбе крупного успеха добился представитель полейского спорта, воспитанник с Дюшор Мозорского нефтепроработающего завода Станислав Шафаренко, занявший третье место и завоевавший бронзовую медаль. К этому успеху Станислав шел с самых первых ступеней к нескончаемой лестнице спортивного совершенствования. И вот результат места на пьедестале почета главного континентального турнира года среди спортсменов не старше 23 лет. Несомненно в Новий Саде у Станислава были яркие, запоминающиеся схватки на Барсовском ковре. Запоминающиеся схватки. Первые две схватки я выиграл с явным преимуществом. Вторую, третью проиграл в полуфинале тоже с явным преимуществом. Ну и за третье место тоже выиграл с разрывом в очков 8-0. По-моему, возрасту еще будет чемпионат мира в ноябре. Туда, мне кажется, надо отбираться. Будет заново отбор просто происходить. Турнирный путь Станислава на молодежном чемпионате Европы был следующим. Вначале победа над сербским спортсменом со счетом 10-1. Затем был повержен борец из Финляндии 9-1. После поражения от будущего чемпиона из Венгрии и, наконец, спортивная битва за бронзу. И победа со счетом 10-1 над болгарским спортсменом. А месяц победы и бронзовая медаль нашего спортсмена, который в своей карьере каких высот хочет достичь? Самых высоких, как говорится, борьба. Ну, уже жизнь, мне кажется, уже как работа. Станислав начинал заниматься борьбой у тренера Николая Васильевича Тройникова. Вздущер Мозорского нефтепроводящего завода «Жемчужина Полесье». Хочется отметить, конечно, этот наш Шафаренко Станислав, он не шел очень долго. Даже, наверное, с 2003 года, с открытия отделения, он начал заниматься борьбой. То есть, сколько лет уже, поэтому. У нас и мастера есть, и много спортсменов на национальных командах. Конечно, хочется отметить и здесь тренера его вложившего, то есть, в его подготовку. То есть, это Тройникова Николая Васильевича. То есть, поэтому, я думаю, что у нас достойное подрастающее поколение в борьбе. Если мы решим проблемы и вопросы спортивных залов, сооружений, достойных кустов и для занятий, то, конечно, у нас уже успехи будут больше и лучше. Ну, вот как в гребле чемпионы мира и так далее, неоднократное. Отметив еще раз первого спортивного встаника Стаса, добавим, что сейчас личным тренером Шафаренко является Малик Андежаевич Эскендаров, выдающийся специалист греко-римской борьбы, человек, без которого уже и невозможно представить – спорт столицы Полесья. Самое интересное в этом городе, город Новий Сад, Сербия. В 2012 году у нас Пикуза Андрея становится вторым. В 2017 году у нас Куливрадик становится вторым. И благодаря их, или вот нам везучий этот город, или этот Сербия, и Шафаренко. Ждали от него, конечно, медали, неизвестной какой медали. Но заработал медаль только что, который, говорят всегда, третье место – это или ты третий остановишься, или за бортом. А когда ты уходишь в финал, значит, ты и первый, и нет, и второй же всегда есть. Приятное здесь, что наш парень, отличивший имени с Мозырия. Отметим и вклад в спортивные успехи высшего учебного заведения Станислава Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина. Шафаренко Станислав является студентом магистратуры второй ступени образования высшего. Парень очень талантливый, с первого курса уже проявлял хорошие способности и склонность к достижению наивысших результатов. В этом году у нас год вообще успешный. Порадовала у нас перед этим гребля, где было 20 наших спортсменов, являлось призерами чемпионата мира среди студентов. И отрадно, что появляются и другие виды спорта. То есть они и были, благодаря успешной работе тренерского состава, особенно Малика Дежаевича, который готовил нашего спортсмена. Я думаю, что и дальше будут успехи в таких видах, как борьба, где уже традиции есть, и молодые спортсмены подрастают, и есть кандидаты для поступления к нам в ВУЗ, другие спортсмены. К сожалению, у нас нет кадра выступления Станислава на молодежном чемпионате Европы в Новей Саде. Но и по схваткам 2018 года видно мастерство Мазырянина, которого, по всей вероятности, мы увидим и на вторых европейских играх в Минске, где честь Полейской греко-римской борьбы и школы подготовки Малика Дежаевича-Эскендарова будут защищать еще и Радислав Кулиев, Джавид Гамзатов. И вполне резонно болельщикам ждать от каждого из этих славных борцов место на пьедестале почета, а значит и награды. Вполне вероятно, высшие пробы.